Привет! Сегодня я расскажу о метеоритах, метеоритах Арифлейм. Это шариковая румяна и шариковая пудра. И как ими пользоваться? Она отличается немножко, как на картинке. Итак, пять шариков. Это золотистый выравнивает и подсвечивает, розовый осветляет и освежает, белый подчеркивает и выделяет, зеленый скрывает красноту и выравнивает тон, и фиолетовый придает свежесть и осветляет. Ну и, конечно же, из этой серии шариковая румяна Джордани. Они произведены в Италии, каждый шарик сделан вручную. Естественно, сиянь, если не ошибаюсь, оттенок. Здесь у меня упаковка из двух или трех, где, видите, внизу совсем маленький, это бронзовый, как это назывался, оттенок. И, конечно же, любой макияж у меня завершается пудрой Джордани. После того, как вы заложили основной тон для кожи, вот такими румянами очень хорошо сделать корректировку. Ничего страшного, если вы чуть-чуть переборщились румянами, потому что следующий этап идет рассыпчатая пудра. Компактную пудру мы наносим непосредственно поправить макияж, а рассыпчатой пудрой мы пользуемся для того, чтобы закрепить макияж, для того, чтобы выровнять оттенок. Можно сделать еще вот так. Пудра, она невероятно похожа на метеорит от Герлен, который стоит на порядок дороже, но свойство примерно такое же. Как ей пользоваться? Набирайте. Вы наносите не на все лицо, а лишь вот на вот эти области. То есть пудра является, она подсвечивает. Конечно же, в видеокамеру вы не увидите результата, который ощущается непосредственно вблизи. Ваша кожа становится, ну вот, невероятно, она подсвечивается, ну вот здесь вот можно легко сделать, нанести под верхние губы. Стоит ли этой пудрой пользоваться, приобретать? Для себя я однозначно поставила ответ, да, мне она нравится, я буду пользоваться каждый день для того, чтобы подсветить лицо, сделать его более ухоженным, кожу более благородной. Это, знаете, как бренд. Все, все, все оттачивается в мелочах. И вот именно эта мелочь, она дает законченность, завершение вашему макияжу. Это как дорогое нижнее белье, о котором знаете только вы. А вы пробовали такую пудру? Жду ваши комментарии.